Привет! Сегодня мы с вами в Зарайске. Я вам покажу главную достопримечательность города, жемчужину средневекового зодчества, памятник оборонного искусства 16 века, Зарайский Кремль. Зарайск один из древнейших русских городов, имеющих славную историю. Годом его основания принято считать 1146 год. Своим названием, по одной из версий, город обязан древней легенде, согласно которой благоверная княгиня Зарайская Евпраксия сама себя заразила, то есть совершила самоубийство, предпочитая смерть татаро-монгольскому плену. И от то ли то место за разом прозвалося. Как только не назывался этот город в источниках 16-17 веков. Город Николы Зарайского, Николы Заразский, Николы на Осетре, Новгородок на Осетре, Осетр, Заразский город, Заразск и еще с десяток имен. И, наконец, с 18 столетия Зарайск. В 1521 году вместе с Рязанским княжеством город был присоединен к Московскому княжеству. Кремль был построен по указу государя и великого князя Московского Василия III в 1528-1531 годах и считается единственным полностью сохранившимся из Кремлей Московского государства той эпохи. Кремль совсем небольшой, примерно в 10 раз меньше Коломенского, и имеет размеры 134 на 190 метров. Прямоугольная крепость с семью башнями возвышается над небольшим городком у слияния двух рек Осетра и Мереи. Строительством Кремля руководил итальянский инженер-архитектор Оливис Фрязин. Пожалуй, назову все семь башен Кремля. Казенная, Никольская, Караульная, Багривленская, Тайнинская, Спасская и Кабацкая. Три из этих башен являются проездными, а в восточной стене в 1789 году были пробиты ворота, называемые Троицкими. На территории Кремля находятся собор Николая Чудотворца 1681 года, собор усекновения главы Иоанна Претеща 1901-1904 годов, здание присутственных мест конца 18 века, здание бывшего Зарайского духовного училища, в котором сегодня находится историко-архитектурный, художественный и археологический музей Зарайский Кремль. Город стал важным пунктом обороны на южных поступках в Москве в составе создаваемой большой засечной черты. Уже в 1533 году Кремль подвергся первому нападению крымских татар. В 1541 году город осаждал хан Крыма Сахиб-Гирей, который не смог взять Кремль и был разбит воеводой Глебовым. Нападения крымцев на город совершались также в 1542, 70, 73 и 91 годах. Зарайский Кремль видел под своими стенами не только полчища крымских татар. Также до сюда доходили литовцы, поляки, но ни разу за всю историю своего существования стены крепости не пали под ударами неприятеля. Когда-то эта миниатюрная крепость была серьезным квартификационным сооружением, а в смутное время здесь развернулись события, изменившие ход нашей истории. В годы польской интервенции в 1608 году у стен Зарайска произошло кровопролитное сражение между польскими отрядами полковника Алисовского и Рязанской ратью во главе с Захарием Липуновым. В ходе боя, в котором полегло более 300 рязанцев, поляки были вынуждены оступить. Затем больше года Зарайск находился во власти разбойников. Пока летом 1609 года рязанские воеводы Прокопий Липунов, брат Захария, в главе рязанских ополченцев не выгнал их оттуда. В следующие полгода Зарайск стойко сопротивлялся многочисленным попыткам интервентов и воровских шаек захватить город. В то время помимо каменного Кремля здесь был и деревянный острог, окружающий фасад. В декабре 1610 года в острог сумел проникнуть отряд воровских людей, черкесов и казаков во главе с Сумбуловым, но продержался там недолго. Уже в январе Пожарский выбил шайку из города. Осада Зарайска окончилась полным поражением противника. Месяц спустя князь в главе ополчения поспешил на помощь Прокопию Липунову, запертому поляками и ритовцами в Пронске. Потом были первое народное ополчение, бои на улицах Москвы, в которых первыми приняли участие зарайские люди под предводительством своего воеводы, второе ополчение Минина и Пожарского, Победа и Изгнание Интервентов. Эту победу мы празднуем и по сей день, 4 ноября. По устным народным преданиям, в окрестностях деревни в долине Седра, под одноименным названием Великое Поле, в декабре 1230 года воеводы Рязани и в Патни Коловрат сформировал из оставшихся живых ратников отряд из 1700 всадников и отсюда отправился вслед за Батыевым войском. Позже на этом историческом месте великий московский князь Дмитрий Донской устраивал смотр войскам перед выступлением на Вожское сражение, которое состоялось 11 августа 1378 года. По одной из версий похоронен на Евпатии Коловрат на берегу реки Вожи, между старинными Зарайскими деревнями Китаева и Никола Кобыльская. Это место известно под названием Могила Богатыря. В 80-е годы 20 века у стен Зарайского Кремля была обнаружена стоянка человека эпохи Верхнего Палеолита. Это древнейший археологический памятник той эпохи на территории Московской области. Фактически единственный археологический объект, который отражает характер развития культуры и населения русской равнины в отрезке времени от 22 до 17 тысяч лет назад. Ну и как бонус покажу вам еще одну достопримечательность Зарайска. Водонапорная башня высотой 29 метров. Представляет собой образец стилизаторского направления в архитектуре 20 века, располагающийся на перекрестке улиц Гуляева и Красноармейской. Построена башня пленными турками в 1914 году с целью улучшения городского водоснабжения. Стоит в самой высокой точке города, с которой открывается вид почти на 30 километров. В 2016 году открыто после реставрации. На верхнем ярусе смотровая площадка. Остальные уровни используются под выставки и тематические события. Билет стоит вроде как 100 рублей. Итак, на этом я закончу рассказ о Зарайске. Ваши вопросы, пожелания, комментарии смело оставляйте под видео. Я читаю их все. Если видео вам понравилось, жмите соответствующую кнопку. Делитесь ссылкой с друзьями. Это тоже поможет каналу. На подходе еще много сюжетов. Подписывайтесь и вы точно их не пропустите. До новых встреч!